Такой вопрос к вам пришёл из блога. Благодаря вам, вашим видеокнигам, получаю много впечатлений, но не уверен, что я правильно понимаю. Буду вам признателен, если вы укажете на мою ошибку в размышлениях. То есть секрет чтения Торы или других подобных текстов в предельной сосредоточенности и концентрации внимания, это приводит к необычайному ощущению наслаждения того, что называется высший свет Творца? Я помню, я тоже так думал. Я буду читать Тору, выучу её даже на память. Проникнусь, да? Да, вникну в неё в глубину и так пойму, что же сказано в этой книге. А потом только я уже после многих-многих своих стараний я почувствовал, что это не тот путь. Что мне надо вникать вовнутрь этой книги, не знать её на память, не знать, как красиво её читать и хорошо, не запоминать все её картинки, всевозможные происшествия, то, что она описывает. А мне надо понять её внутренний смысл. То есть, когда под всеми персонажами, описаниями мест, действий, подразумеваются совсем иные, духовные, выше нашего мира, обстоятельства, действия. И тогда я начал учить Кабалу. Я понял, что Тура на самом деле – это код, а ключ к нему – это Кабала. И я ушёл в неё. С тех пор прошло, наверное, 45 лет. Я немножко начинаю разбираться в Туре. То, что называется высший свет Творца, который в ней заложен, он, как вы говорите, он простым таким чтением и проникновением… Ничего не даёт. Нельзя его оттуда извлечь. Совет ваш? Нет другого выхода. Надо изучить Кабалу, надо изучить её ключ к Туре, и тогда только будешь понимать, о чём там говорится. А вообще Тура содержит в себе абсолютно всё. Но без ключа, который даёт Кабала, вы не сможете её открыть. Субтитры создавал DimaTorzok